История торгового городка началась в 1955 году, когда на его территории открылась Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная и строительная выставка. Но уже в 1959, спустя 4 года после открытия, выставка прекратила свое существование, а в павильонах начали работать магазины и городские сервисы. Так и появился торговый городок. До недавних пор он был полуразрушен и заброшен. Возрождение началось в 2021 году. Восстановительная работа, реконструкция и новая точка на карте города. Первые результаты работ рязанцы уже смогли оценить. Мне очень нравится, очень даже нравится. Мне 75 лет. Я видела, когда его построили, маленькая была. Я считаю, было давно пора. Я очень рада, очень довольна. Мне очень нравится. А еще в дальнейшем, еще последние будут, как говорится, ретушь напоследок. Мне кажется, вообще будет великолепно. Мне все нравится очень. Когда оживают какие-то заброшенные вещи, я всегда очень радуюсь. Очень зелено, красиво. Уютный парк получился. Прям очень замечательно. Мне очень хорошо тоже. Понравилось. Конечно, хочется еще до конца все увидеть, как это будет и что здесь будет присутствовать. А так, в целом, еще одно место, где возможно погулять. С удовольствием будем приходить. Ну, хотелось бы даже вот, ну, что-то, какие-то вещи, где будут проходить какие-то мастер-классы, как для взрослых, так и для детей. Мы очень рады то, что взялись за торговый городок. Я сам рязанский, очень жил на Свердлово когда-то, вот, в старых домиках и так далее. Я очень, в принципе, доволен. Ну, почему-то ничего не открыто вот так вот. Я здесь первый раз был в 68-м году, еще маленьким. Здесь была сельскохозяйственная выставка, Рязанская областная. Коровы, буйволы. Ну, тут очень много всего было. Был запустение. Я даже вот этот дом одно время реставрировал, даже одно время с женой это вместе. И мы очень рады, что восстанавливается это все по-новому. К сожалению, вот фонтан не включили. Преображение этого заброшенного уголка еще не закончено. Впереди немало работы. В этих павильонах вскоре начнут принимать гостей рестораны с рязанской кухней. Здесь можно будет попить чай, узнать много интересных фактов в музее чая. Вот тут будет филиал библиотеки Горького. Откроется в торговом городке также брендовый бутик, где будут представлены локальные рязанские бренды. Михайловское кружево, скопинская керамика, кадымский венис. Ремесла, которыми рязанский край может гордиться, соберут в одном месте. Мы территорию, конечно, открываем, но не говорим о том, что все готово. И на этом все закончено. То есть это только второй этап пока. Мы продолжим работу по благоустройству павильонов. На следующий год у нас запланирован третий этап. Мы перейдем на вторую линию за павильон и сделаем там дорожки по благоустройству. Тоже проведем освещение, озеленение. То есть это пока мы где-то в середине пути находимся. Часть павильонов откроют уже в июле. Последние штрихи вносят и в расписание мероприятий, которые здесь планируют проводить уже этим летом. Это и выставка ретроавтомобилей, и модный показ, и мастер-классы для детей и взрослых. Ну а просто погулять здесь можно теперь каждый день с 8 утра до 10 вечера.